В сердце моём печаль, словно холодная сталь, без тебя, без тебя. Эмма, эмма, бурные аплодисменты. Добрый день. Я знаю, что по ту сторону телевизоров и приемников тоже хлопают. Здравствуй, Эммочка, привет. Наконец-то мы встретились. Наконец-то, да, потому что вот мы сейчас, например, с вами тоже послушали песню, посмотрели клип Beautiful Life с этой премьеры, у нас не было Эммы, поэтому мы сейчас и про песню поговорим тоже. Но самое главное, надо сказать, что сегодняшний визит Эммы связан с другой премьерой, с песней и клипом «Клетка». И пустующее рядом с Эммой кресло говорит о том, что кто-то должен там очень скоро появиться. И это не кто-нибудь, это диджей Леонид Руденко. Мы ждём очень Леонида, ну а пока, конечно, с Эммой. Пока, конечно, с Эммой. Но что касается клетки, по-моему, 30 марта случилось всё. Да. Появилось всё на просторах интернета. Сплеск эмоций. Клип уже в нашем эфире, поэтому все его, конечно, видели и слышали, но подробности ещё о том, как же там всё у вас складывалось, не знают. Скажи мне, пожалуйста, Леонид Руденко всё-таки тебе позвонил или ты ему? Это всегда очень важно знать и понимать. Вот это важная информация. Кстати, наше знакомство, как произошло у нас, появилась песня, она долго лежала. И мы с моим продюсером думали, с кем бы можно было бы создать дуэт. Причём дуэт такой интересный, музыкальный, с диджеем. И сразу у нас в обоих головах возникла мысль, что это будет Леонид. Вот, собственно, мы позвонили ему, а он к нам с ответным предложением. В этот же самый момент звонил. Прямо звонить у него занято, а он звонит вам, у него занято. Ну, практически так и произошло, вот этот момент чудесный. Да. А он-то что хотел от вас? А он предложил другую песню, «Клетка». Так это его именно песня, то есть он с ней пришёл к тебе? Да, у него вот лежала тоже где-то в закромах. И так получилось, что мне удостоилось спеть. Понятно, что, значит, выбор всё-таки пал именно на песню «Клетка», а твоя песня опять отправилась в стол. Да, она ещё лежит и ждёт своего часа, как всегда. И значит ли, что в той песне тоже появится диджей, но уже другой? Возможно, это будет Леонид. Всё возможно. Время покажет. Ну, как всегда, я же интрижки люблю пускать. Эм, ах, какая девочка. Скажи мне, пожалуйста, а Леонид звонил тебе и сказал, «Эм, здесь есть песня «Клетка», я тоже возьмусь за неё, но при одном условии я должен сняться в этом клипе». Были ли такие слова от него? А как без этого? Это даже не обсуждается, на самом деле. Мы его часто видим в клипах, да. Это даже не обсуждается. То есть всё-таки это для него является условием, когда он предлагает артистам сотрудничать, что он обязательно должен быть в кадре. Да я даже не знаю, является это каким-то условием. Я считаю, что это по-честному. Но это по-честному, и согласись ещё, не нужно актёрам платить деньги. То есть он тебе и, понятно, и музыка. И сами себе актёры. И, пожалуйста, да. Да, почему нет? Но музыка же это его абсолютно полностью сочинена или нет? Он занимался аранжировкой, я знаю. И мы вместе записывали, кстати, в студии очень долго. Мы пытались найти качественное звучание, задеть какие-то живые струнки души. И мы реально устали записывать эту песню, потому что долго. Блюнули и оставили как письма. Там больше восьми часов мы её писали в студии. Слушайте, да, это долго. Ну и не один день, кстати. Ну, получается, здесь всё-таки в тебе была проблема или нет? Ну это даже не то, чтобы проблема. Это творческий процесс. Он и должен так происходить. Подбирать. Вот сидеть и скрупулёзно вот это вот всё вытаскивать из себя. И я считаю, что только так может получиться качественный продукт. Скажи, пожалуйста, когда наконец-то вот этот последний, конечный результат, он каким образом произошёл? Ты просто устала, сказала, знаете что, всё, я ухожу, хлопнула дверью. Или всё-таки ты послушала и сказала, вот это теперь гениально. Мне Лёня предлагал отдохнуть. Я говорю, нет, я сейчас доделаю, а потом мы уже будем смотреть на всё, что получилось. Так и произошло. Отличные песни, надо сказать. Я знаю, что огромное количество и просмотров тоже. Ну и клип, конечно. Клип тоже. Клип просто шедевральный. Он добавляет ещё больше эмоций. Режиссёр клипа Алексей Голубев. Конечно. Громкое имя говорит уже само за себя. В этом вопросе у вас тоже было совпадение? Никаких сомнений, споров, кто же должен взяться за съёмку клипов? Вообще никаких тоже сомнений не было. Ну, мне кажется, мы с Леонидом вообще почувствовали друг друга. И вот есть люди, с которыми можно помолчать, а есть люди, с которыми хочется поговорить. Вот у нас всё, какая-то незримая связь произошла. Так с ним хочется молчать или говорить? Или петь? С ним хочется просто присутствовать рядом. Наверное. Ну, а теперь мы с ещё большим нетерпением ожидаем Леонидом, чтобы просто рядом посидеть. Он опять всё положил на мои плечи. Навалил просто. Мы разберёмся и узнаем, зачем он это делает. Друзья, короткая музыкальная пауза. Оставайтесь, пожалуйста. Друзья, под балканские мотивы продолжаем программу «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Эмма Эмма у нас сегодня в гостях. Очень скоро новый трек, новая песня «Клетка», сделанная работа совместно с Леонидом Руденко. Вы, конечно, уже видели в нашем эфире не раз эту работу, но просмотр любимой композиции, он чем хорош, что он не надоедает никогда. То есть каждый раз ты смотришь и смотришь. Ты такого же мнения, Эмма? Смотря что смотришь. Вот сколько ты готова смотреть клип «Клетка» нон-стопом? Ну вот я вот не люблю смотреть свои клипы по многу раз, потому что их хочется всё-таки с удовольствием пересматривать. Когда ты уже в сотый раз смотришь, уже... Уже думаешь, вот здесь что-то поправить, да? Пропадает уже такое вот. Здесь можно было вот так, здесь можно было вот эдак. А если говорить о твоих клипах, какой у тебя на сегодняшний день самый любимый, вот который ты всё-таки с удовольствием смотришь от начала до конца? Ну, «Клетка». Пока «Клетка», так. «Клетка», «Ракеты», «Ключи от сердца». Понятно. А что касается следующей работы, она уже у тебя намечена? Именно что касается клипа и песни. Песня, да. Песня выйдет в начале лета. Солью она будет называться. Ты на концертах уже её исполняешь? Да, я её исполняю, и многие мои слушатели ждут. Друзья мои, я хочу вам сказать, вот летом будет наконец-то эта песня, она выйдет в свет. Я сама жду, и мы обязательно снимем на неё клип. Одно, друзья, радует, что до лета осталось совсем немножко, буквально месяц, одна неделька. Да, немножечко. Да, так что поторапливаться надо. Я хочу предложить поклонникам Эммы, всем нашим слушателям и зрителям, если есть возможность, задавайте вопросы, если есть желание. 8909-928-189-9, ватсап и вайбер. Спрашивать можно абсолютно всё, запретных тем нету, Эмма. Она отвечает. Я могу просто улынивать от них, конечно. Но всё равно хоть что-то скажут на эту тему, на этот счёт. Да, я думаю, что, конечно. Эммочка, если говорить о твоих работах, тоже свежих, которые не так давно вышли, это и Beautiful Life, это и Холодно, это совместная такая коллективная работа с другими артистами, что бы ты выделила из этих работ? Да вообще я каждую свою работу выделяю, это как детище для меня. Детище. Каждое. Мама, мама. Мама, хоть в песне. Слава богу. Ну, могу рассказать о песне Холодно, как она создавалась. Конечно, конечно. Я знаю, что она тоже создавалась-то не так просто, потому что ей уже тоже много лет этой песни. Да, кстати, она вроде бы как пять лет лежала в закромах тоже, и мы всё время думали над тем, с кем же её исполнить. Такую грустью рассказываешь об этом. Да, с грустью. А у меня такая, знаете, светлая грусть, мне кажется. Продолжай, пожалуйста. Долго мы думали, с кем записать, много кому предлагали. Руденко не пришёл на ум в тот момент. Да, но он же диджей. Вот. А нам нужны были хорошие голоса, потембральные окраски, чтобы они отличались от многих, были узнаваемыми. Мари Краймбрери, ЛХ-24, Люксор. Именно те артисты. Победили в кастинге. Да. То есть опять организация всего этого процесса лежала на твоих плечах, на твоей команде. Да, конечно, мы всё обсуждаем, моя команда работает. Ребята, я думаю, с восторгом отозвались на эту историю совместно. Возможно ли продолжение какое-то? Не знаю, вот в творчестве никогда неизвестно, не то чтобы куда идти, а что будет дальше. Да, это как вот по настроению, наверное, больше. Это же больше плюс жирный, нежели чем минус. Тебе как больше нравится как раз, когда ты, какие-то случаются вещи незапланированные, или всё-таки ты любишь, чтобы всё было понятно? Незапланированные скорее, потому что ты их делаешь с удовольствием. Ты не успеваешь одуматься изначально, что происходит, и пока вот в этой спешке у тебя нет лишних мыслей, и у тебя даже нет на это времени, и поэтому получается всё достаточно легко. Эмочка, не так давно у тебя в Инстаграм появилась информация о том, что завершились съёмки документального фильма, значит, у меня локация Париж. Среди чем хочется спросить, телевидение французское снимало, либо же наша? Что вообще это было? Где ждать? Сколько серий и так далее? Вообще мы просто хотели снять «Закулисную жизнь», а снимала режиссёр-клипмейкер Ирина Миронова. Ну, Ирина была у нас, мы прекрасно знакомы. Вот, и мы сейчас пока набираем материал, потому что хотим показать прям, да, что происходит со мной за кулисами, как я веду свою гастрольную жизнь, передвигаюсь. Друзья, ну я думаю, что Ирина бы не взялась за эту работу, если бы там было всё очень скучно, примитивно и предсказуемо за этими самыми кулисами ММ. А это значит, я за Ирина взяла, значит, что-то там есть такое, чего нет у других артистов. Емочка, так что там за кулисами обычно у тебя происходит? Чего нет у других артистов? Да. Да мне кажется, это у всех есть, просто у каждого разные эмоции, каждый ведёт себя по-разному, а там я именно такая вот, какая я есть. Ты закрываешься в студии, и табличка не беспокоится, или ты, наоборот, ходишь на всех, кричишь, требуешь что-то. Там, кстати, и показано, как я кричу по телефону, разговариваю с кем-то, обсуждаю какие-то моменты перед тем, как сесть в самолёт. Да, и такое тоже есть. В общем, мы увидим тебя с разных сторон в этом фильме. Однако поездка в Париж была же не постановочная, это же был концерт, твоё выступление. Да. Но правда, на который не все могли попасть. Да, это было закрытое мероприятие, мы выступали в шикарнейшем замке. Боже мой. В Париже. Потрясающе. Классно, это как в сказке. Ещё, кстати, мы когда приехали, выпал снег. А до этого, как сесть в машину, я вышла с самолёта, и у водителя спрашиваю, у вас вообще здесь снег бывает? Он говорит, ну вот был 15 лет назад. Ну, не так давно, да. На следующее утро выпал снег. Мы были все в шоке. Я думаю, что водитель вспомнил в эту секунду тебя. Она, значит, скажет, что это за девушка была вчера в машине со мной, наверное, она и привезла этот самый снег. Ну, давай вернёмся к клипу «Клетка». Алексей Головов, скажи мне, пожалуйста, в этом случае что? Тебя поставили перед фактом, сказали, что ты будешь в клетке стоять, сидеть, возможно, целый клип, там дальше посмотрим. Алексей со мной всё согласовывал, он мне сказал, вот есть такой вариант. Я вот нашёл вот клетку. Клетку, арматуру, да. Вот хотел кого-то туда из артистов. Ну, а мне вообще это так безумно понравилось. Вообще мне понравилась его идея сразу. И я говорю, да, это прям круто. И этот режиссёр, он вообще настолько меня прочувствовал. Я ему вообще очень доверилась. Опыт у него большой, понимаешь, Шамочка? Опыт большой, давно снимает артистов известных. Ну, в общем, ты никаких абсолютно корректировок не вносила. В сценарий? Получилось всё на съёмочной площадке. Был один сначала сценарий, а когда он меня увидел в кадре, у нас вообще всё поменялось. Что ты такое опять там выкинулась? Всё поменялось. Всё пошло не по сценарию. Он, когда меня увидел в кадре, он сказал, о, вот так вот я хочу сейчас снять. Вот именно вот так вот. Друзья, здравствуйте. Это программа «Лучшая в стране». И у нас ММ в гостях до одной из лучших артисток в нашей стране. Для многих самое лучшее. И, конечно, появился, наконец-то, лучший диджей нашей страны. Леонид Руденко, аплодисменты! Леонид, спасибо тебе большое, что ты тоже к нам приехал, потому что дело очень важное. Очень важное. Мы тебя ждали из Дубцовой, мы тебя ждали из Жасмин. Но ты к нам приехал именно с ММ. Что говорит о том, что, в общем-то, наверное, эта работа тоже для тебя особенная. Да, Эмма нам уже рассказала по секрету, да, что, в общем, ты, 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 да, ты именно пришел с ней с песней «Клетка». И твое было условие, что ты должен обязательно быть в кадре. Совсем ли ты артисткам ставишь такие условия, скажи? Ну, на самом деле, такого условия не было, и я не тщеславен в плане съемок. Очень часто бывает, когда диджей участвует в песнях, и они вообще не снимаются, просто если клип не предполагает. Здесь просто будет такой сценарий, что можно было легко интегрироваться. Да, сложно ли тебе было, скажи, пожалуйста, стоять, весь клип стоять практически, ну, за исключением того момента, когда ты едешь на машине? Нет, не сложно. Сколько часов ты простоял? Вообще, я в этом плане тренированный, потому что все выступления проходят стоя, да. И даже сейчас я практически стою. Ну, по-всякому случаю, в голове своей, да? Да, правильно. Или это про то, что высокий стул? Нет, ну, просто стул такой обладает посадкой практически полустоя. Нет, было не трудно. Трудно было изображать очень серьезное лицо и не смеяться. Есть же кадры в интернете, есть съемки, где вы смеетесь так искренне радостно и весело, и в клипе совершенно другое. Да, ну, это мы просто весь смех прогнали через себя, и смех прогнали таким образом, и все. Однако режиссер как-то прям очень к тебе подошел, так, знаешь, аккуратно, не нагружал тебя. Ты просто стоишь, и ты даже не обнимаешься Сэммы, она тебя обнимает. Я холодный, как сталь, как лед. А тяжело было, скажи тебе, все-таки вот не поддаться чувствам, и тогда девушка прям висит на тебе с такой любовью и нежностью, взял, вот уже обнялась и страстно. Задачи такой не было. Все серьезно, вот, друзья, профессионалы настоящие, что скажет режиссер? Он не поверил все равно. Я видела по его глазам. Что он хотел? Обнять тебя, но режиссер не раз решал. Сказано было, если сорвешься, не будет сладкого. Все. Не будет клипа. Расскажи, почему ты хотел именно в этой работе Эмму слышать? Я просто думаю, что когда у меня в голове есть песня, у меня, как правило, в голове возникает образ артиста, который максимально бы подошел. Ведь не секрет, что не каждую песню может спеть любой артист. Ну, конечно. И я думаю, что для этой песни образ, голос и подача Эммы, они самые лучшие. А ты давно знал о существовании такой артистки Эммы? Я узнал о существовании Эммы, когда в Инстаграме увидел пешехода. Так это интересно. Так вот, видишь, ты не знала об этом. А я-то давно знала, очень давно. Вот я тогда и познакомился. Познакомился, и я думаю, что мысль где-то это была, да, в голове. Но ты вообще постоянно находишься в поисках, да, естественно, артистов, голосов каких-то интересных. В основном в поиске голосов, конечно. Потому что, на самом деле, сегодня появляется очень большое количество хитовых песен, но вы наверняка об этом знаете. Озо абсолютно неизвестных артистов, просто потому что у них очень интересный тембр, какая-то своеобразная подача. Вот Матаранга, допустим, с Медузой. Его же никто не знал. Ну как, в широком смысле. А теперь все. А вот скажи, как тебе кажется, в чем особенность Эммы? Вот в ее подаче голос как-то ты можешь сказать о ней? Ну как будто она сейчас не слышит нас, предположим. Да, задумалась где-то в сторону смотрит. Знаете, у меня почему-то в голову приходят какие-то сравнения, но я знаю, что артист очень не любит, когда их с кем-то сравнивают. Поэтому я, наверное, воздержусь от такого описания. Хотя у меня в голове есть четкий образ, наверное, в какую, наверное, когорту артистов Эмма может попасть. Мы же можем сказать, что это тот артист похож на Эмму, а не Эмма похожа на них. Ну, я же могу обидеть одного и второго. Но мне почему-то кажется, если я не прав, вы меня поправьте, что в перспективе Эмма может стать человеком калибра Арбининой. Нет, я так вижу. Как тебе, Эмочка? Калибр такой. Я хочу более массовой, большей массовости. Ну, калибра, поэтому же он сказал, что ты не будешь конкретнее, а примерно дальше, глубже, выше, выше и выше. Друзья, так, крепко, Леонид, ну ты вот после уже такого более плотного знакомства, общения, сотрудничества с Эммой, ты подумываешь, что все-таки когда-нибудь еще можешь что-то подобное сотворить? В зависимости от того, какая музыка будет в голове, мы же живем и меняемся, и нам нравятся разные песни, разные голоса, разные образы. Что будет дальше, мне, конечно, известно, но никогда не говори никогда, я бы так сказал. Очень мудро, друзья, поэтому давайте ближе к телевизорам, к приемникам, громче, громкости и смотрите, слушайте. Клетка ММ Леонид Руденко. Внимание. Клетка ММ Леонид Руденко. 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 Я иногда читаю, но вообще, в принципе, я думаю, что сколько людей, столько мнений, и все имеют волю изъявления теперь у нас, и учитывая, что ты скрыт под ником, никто не знает конкретно, кто ты. Ох, это да. Да, плюс очень много людей, которые хотят написать гадость, лишь бы написать гадость, поэтому я не думаю, что комменты сегодня являются реальным показателем. Все-таки это некий такой, ну, фон, который обязательно существует. Ну, а чья оценка для вас важна? Людей. Профессионалов. Именно поклонник. А, профессионалов. Для меня больше важна именно оценка. Не то чтобы оценка. Вот если меня что-то не устраивает, я люблю с вопросами обычно подходить, но никогда не люблю, когда... Советуют. Да, советуют. Советы вот ненужные, в ненужное время, в ненужном месте. Я начинаю от этого даже иногда злиться. Да, хвалить-хвалить, а с советами не надо подходить, правильно, да, Леонид? У меня другая, у меня другая немножко. Я считаю, что самое главное — это любовь аудитории, любовь тех людей, ради кого ты делаешь музыку. Потому что профессионалы, коим я, предположим, могу зачислить себя, имеют свойство ошибаться, потому что все люди. И никто не может взять на себя ответственность и сказать, что это стопроцентный хит или что это стопроцентный провал. Только люди могут решить. Да, конечно, но я же говорю это в плане качества, в плане работы. А уже такая эмоциональная составляющая, конечно, важна аудитория, потому что мы для нее все и делаем. Для вас, дорогие, кто смотрит и слушается сейчас в страну FM, Леонид, а среди твоих поклонников, скажи, есть, которые исключительно любят тебя, как клубного такого диджея? И всегда тебе пишут, зачем ты опять с этими певичками связываешься? Есть такие персонажи? Никогда не используют термин «поклонники». Мне кажется, это достаточно унизительно по отношению к людям. Я думаю, что гораздо корректнее использовать термин «слушатели». Слушатели и зрители, уважаемые почитатели таланта. Да, это звучит хорошо. Я думаю так, что мне вообще, в принципе, я достаточно многогранен в своих музыкальных пристрастиях. И, конечно, мои корни, они из танцевальной музыки, в самом ее таком настоящем проявлении. И песня «Клетка», конечно, она не относится к танцевальной музыке, но я просто показываю о том, что я могу делать и так, могу делать и так. Ну, танцевать под нее можно. Можно. Во всяком случае, вот примерно так же подражать Эмме, как она двигается в этом самом клинике. Нет, ну, дэнсить можно подо все. Конечно, было бы желание, хорошая компания. Леонид, ну, расскажи мне, пожалуйста, поскольку ты, только ты можешь ответить на этот вопрос. В России сегодня, скажи, как с диджейингом обстоят дела? Никак. Совсем? Совсем. Я думаю, что до того, как танцевальная музыка придет в массы и займет свое место, как сегодня, заняло рэп, нам надо подождать лет 10-15. 10-15. Столько, сколько можно далее, когда придет к нам рэп. А как ты думаешь, с чем это связано, почему? Я думаю, это связано с тем, что... Ну, с людьми, я так понимаю, все-таки с нашими. Это связано с тем, что есть определенный цикл развития, который мы повторяем, как это было в Америке и на Западе. Вот просто, смотря на хронологию их событий, можно спрогнозировать, что будет здесь. Потому что повторение тоже с хип-хопом произошло. Да, друзья, конечно, эти слова многих, я думаю, огорчили, но всегда нужно искать что-то положительное. Неважно, когда, главное, придет время. Существует свой дэнс. То есть, скажем так, танцевальная культура и музыки в понятии европейском или мировом у нас так и не было, были зачатки, но у нас все равно свой русский дэнс. Как это громко звучит и гордо, свой русский дэнс. И приятно, что один из лучших представителей русского дэнса сегодня у нас гостя. Я, кстати, вообще как раз не отношусь к русскому дэнсу, я его с трудом понимаю. Ребята, у нас остается очень мало времени, вы к нам пришли, давно не были, теперь неизвестно тоже, когда придете. Хотя, кстати, вот Эмма уже сказала, что она придет с клипом и песней через месяц с Олью. Леонид, а с кем тебя мы будем в следующий раз здесь встречать? Ну, я не знаю, есть пару вариантов, либо с артистом А, либо с артистом Б, либо одного. Либо одного, ну почему нет, мы будем рады идти одного. А и Б, это их имена, скажи, пожалуйста, или первые буквы имен, или фамилии? Нет, это фамилия в списке, да. Это просто ты не хочешь раскрывать этих секретов. Но переговоры уже ведутся, да, суть по всему? Да. Ребята, такой вопрос. Эмма уже, мы знаем, участвует в записи песни, посвященной Чемпионату мира по футболу. Нет? Потому что вы пишете в Инстаграм и вы выкладываете какую-то информацию, которая мне соответствует действительности. Ну, ладно, хорошо. Какой-то секрет. Но, Леонид, ты-то точно будешь на всех стадионах, мне кажется? Нет, не буду. Почему? Ну, во-первых, потому что я же не могу сопровождать все спортивные мероприятия. После Олимпиады я уже практически все озвучил. И я буду занят на Чемпионате мира, но это будет не российская сторона, я буду в Америке. И у меня есть там соглашение с телекомпанией Fox, которая имеет права на трансляцию, чем в Америке. Как так могло получиться, что наши тебя упустили? Ну, ладно, на один раз. Потом, пожалуйста, никуда не девайся. Ну, что касается тогда твоих выступлений, где можно побывать? Ну, вот, как я сказал... А, ну я еще об этом не говорил. Да. Это были не мы. Да, 20... Для тех, кто живет в Москве, 29 апреля? Апреля, 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 апреля. Наверное, знаете, у нее есть такой большой хит, там, я хочу танцевать. Слышай, конечно. Да, я всех вас жду. Спасибо тебе огромное. Эмма, ты будешь на это мероприятие? Ну, если Леонид меня пригласит, конечно. Вот это вот... Лично. Вот скажите, когда у вас концерты, какие-то мероприятия, это же вот важно, наверное, обязательно никого не забыть пригласить лично. Или вы не заморачиваетесь? Афишку бросили в соцсети, и кто придет, тот придет. Ну, я приглашаю в основном лично, да. Все-таки звонишь? Нет, я, кстати, не делаю рассылки. Как мне говорят? То есть ты обращаешься по имени уважаемой Иван Ивановича, приходите. Конкретно, да, вот кого я хочу видеть сегодня, я вот тех и приглашаю. Это значит, что если кому-то не пришло, то не хочет видеть. Наверное, да. Ну, получается так, да. А для тебя скажу... Мне просто ни разу не пришло, поэтому я сделаю вывод. А мы тебя, кстати, приглашали на концерт на метро. Ну, ты же лично звонила, и Денис звонила. То есть ты не очень хотела. Да, он взял на себя обязанность. У меня было очень много дел. Друзья, я думаю, что мы должны с вами прерваться ненадолго, потому что нужно все-таки выяснить здесь какой-то момент артистов сейчас, который возник неожиданно. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране». ММ Леонид Руденко. Три минуты до финала эфира. Дорогие мои ребята, скажите, пожалуйста, какой бы вам хотелось судьбы клипу и песни «Клетка»? Может быть, ей заветное какое-то количество просмотров, может быть, есть вот такое стремление к чему. Мы сейчас быстро всех отправим на YouTube еще раз. Увеличить в три раза. Эмма, говори, какие у тебя мечты. Я думаю, что самое основное, это чтобы задело какие-то живые струнки у наших слушателей, зрителей. Просмотры, они же... Ну, конечно, тоже просмотры важны. Ну как же, конечно, конечно. Отсюда вытекают потом и гастроли, и концерты, и гонорары. На самом деле важно все, с одной стороны. С другой стороны, не важно ничего, потому что есть хитовые песни, по-настоящему хитовые, и которые даже люди знают и любят. И они имеют прекрасную родиную судьбу, и там просто какие-то мизерные просмотры. Бывают клипы с надутыми просмотрами, которые смотришь миллионы. 23 миллиона, там, это вообще... Да, и их никто не знает. Поэтому я бы сказал так, что, конечно, хотелось бы, чтобы песня жила, чтобы песня жила в умах людей, и чтобы просмотры были честными, настоящие. Качественные. Да, то есть я думаю, что сегодня дело уже не в количестве, а дело в качестве. Дело в качестве. Наконец-то. Всегда этого добивалась. Каким образом? Музыкой. Музыкой, своим делом, своим отношением. Отношения к своей работе, живой звук всегда у меня. Клетка уже поют на твоих концертах? Поют, да. Все, целиком. Леонид, а ты используешь эту песню? Нет, еще не разу. Еще? Я обычно ставлю новые песни, когда проходит несколько месяцев, и я уверен, что ее знают все. Ты посмотришь, что... Хитро. Этой песни, как ты будешь ее на концертах исполнять. Лучше тогда по два, по три раза, чтобы уже не было никаких вариантов. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо. За вашу работу потрясающую. Это вообще здорово. Два талантливых человека, молодых, интересных. Хочется успехов пожелать. Конечно, новых, ярких, интересных работ. Ну и очень хочется какие-то теперь от вас напутствия пожелания. Не знаю, зрителям, слушателям. Касаться ли будет это клетки, жизни, струнок, души. Не знаю, все, что хотите. Ну, смотрите, хорошие клипы, качественные. Отличную музыку слушайте. В основном, хотелось бы пожелать, чтобы ходили люди на живые концерты и насыщались позитивными эмоциями. ММ, Леонид Руденко. А у меня? А у меня пожелания такие, чтобы все были здоровы, жили в мире друг с другом, и тогда в таком обществе будет больше времени и места для индустрии развлечений, в котором мы работаем. И артисты будут получать больше любви, которая так нужна им, чтобы они делали хороший музык. Пусть все исполнится, как вы сказали. ММ, Леонид Руденко, страна ФН. Спасибо большое. Спасибо вам.